Микс Ньюс Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, еще раз, вот сейчас у нас будет очень интересный разговор, я так надеюсь, интересный формат. Моя коллега по радиоэфиру Елена Лукьянова у нас сегодня в студии, потом она выйдет со своей передачи вместе с коллегой «Блондинки не шутят», но сейчас совсем будет не «Блондинки» и шутить мы тоже не будем. Тема очень, наверное, интересная для всех, кто следит за событиями в соседней России. И сегодня, наверное, я Елену Лукьянову представлю как профессора кафедры конституционного права и местного самоправления Высшей школы экономики в Москве, если кто не знает. Да, то есть сегодня я в качестве эксперта. В качестве эксперта и тема, самое важное и, наверное, самая главная тема в России – это тема конституционных изменений. И кто-то это уже окрестил иначе, конституционный переворот, сейчас вот мы об этом поговорим. Все-таки, если можно так вот фрагментарно, потому что я сам, бывая радиослушателем, вы тоже не только в рамке ведущего, на слух не все очень хорошо, все статьи и названия воспринимаются. Поэтому все-таки попытаемся как-то вот так вот простым языком фрагментарно изложить все-таки, что меня, что президент России предложил вообще поменять. Давайте, Абик, все-таки начнем чуть-чуть-чуть от печки. Ну, во-первых, меня, конечно, очень удивляет, что вот уже 10 дней в России происходит, как Вы сказали, конституционный переворот. Ну, это не я сказал, это вот эксперты, как часть говорят. Эксперты, так, как в России это называют. Но в Латвии об этом, ну, кроме смены правительства, я всерьез вообще ничего не слышала. То есть я понимаю, что это не очень латышская тема. И, наверное, не всем это кажется, а что это Вы вдруг в эфир с российской тематикой вылезли. Но все-таки рядом с нашей маленькой страной у нас огромный большой сосед, в котором все бурлит, кипит, взрывается. И я думаю, что все-таки полезно знать, а то потом скажут, а вот мы не понимали, не знали, что же там такое происходит. Потому что некоторые политологи, некоторые прогнозы сулят очень большие перемены в течение нескольких ближайших лет в России, очень тяжелые события. Ну, мы не знаем, что это будут за события. Но, в общем, надо быть готовым к тому, что там что-то меняется у соседа. Теперь, что касается Конституции. Конституция России 1993 года, Конституция, принятая на всенародном референдуме, никаким не парламентом, именно референдумом, со всеми там проблемами этого самого референдума, тем не менее, это общенародно принятая Конституция, она на протяжении 25 лет все-таки считалась, условно говоря, священной коровой. Ее, в общем-то, никто всерьез не трогал. В нее было внесено совсем мало изменений. Да, эти изменения неприятные. Ну, например, увеличили срок полномочий президента, срок полномочий Думы, уничтожили высший арбитражный суд, передали его внутрь Верховного суда. Но в целом, в целом и общество, и президент, и юридическое сообщество, все говорили, не трогайте Конституцию. В ней есть свои недостатки. Мы видим, что надо в ней точечно поменять, чтобы усовершенствовать жизнь в стране. Но пока не трогайте. И вот эта священная корова, и, собственно, был же юбилей Конституции совсем недавно, когда 25 лет, который праздновался чуть ли не целый год, и все, и все, и президент в первую очередь говорил, Конституцию не трогаем. В чем особенность этой Конституции? В том, что она состоит как бы из двух частей. Это первая, вторая и девятая главы, то есть это глава об основах конституционного строя России, вторая глава о правах человека, права и свободы человека, и девятая глава порядок изменения Конституции. Это так называемые, как говорят юристы во всем мире, и в Европе, и везде, особо охраняемые главы Конституции. Ну, в Сатверсме такого нету, но в целом вот сейчас вот эта преамбула, которая была принята в 2014 году, она типа становится вот такой же, почти сакральной, да? Хотя тоже к ней... Да, да, да. Да, сейчас не будем. Это не будем. Ну, я просто пытаюсь аналогию какую-то провести. Да, это охраняемые, особо охраняемые части Конституции. Они абсолютно европейского содержания, европейского контекста и наполненные европейскими ценностями. То есть это две главы. Первая, вторая, которые полностью соответствуют Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, они полностью соответствуют тому духу, который на сегодняшний день пропитан Европейский Союз. То есть там прописано разделение властей, демократия, Россия – федеративное государство, федерализм, политический плюрализм и так далее. Вот все те ценности, на которых сегодня стоит современная Европа. Эти главы нельзя поменять просто так. Их нельзя поменять парламентом. Их можно поменять только специальным органам, конституционным собранием. А это прописано в Конституции? Да, это прописано в Конституции, поэтому есть девятая глава, которую тоже нельзя изменять. Потому что там четко сказано, как менять Конституцию и никак ее, эту девятую главу тоже нельзя просто так поменять парламентом. И можно поменять только конституционным собранием или референдумом, назначаемым конституционным собранием. Ну вот такая странность, что за больше чем 25 лет действия Конституции у нас так и не принят был закон о конституционном собрании. То есть у нас так никто и не знает, что это такое должно быть. Было ли два или три проекта, которые лежат сейчас на полочках в архиве Государственной Думы, но до сих пор у нас ничего не сказано в нашем законодательстве о том, что такое конституционное собрание. Поэтому мы можем сделать вывод, что эти первую, вторую, девятую главу просто никак нельзя поменять. И референдумом в том числе, потому что некому назначить этот референдум. Потому что по девятой главе только конституционное собрание может назначить этот референдум. Поэтому когда 10 дней назад, у нас сегодня ровно 10 дней со дня начала вот этого конституционного действия в России, президент в ежегодном послании к федеральному собранию вышел на трибуну и начал вдруг говорить о конституции. О конституции он говорил целых 17 минут. Он начал свою речь именно с того, что мы не трогаем базовые статьи конституции. То есть мы не трогаем первую, вторую и девятую. Остальные главы конституции с третьей по восьмую можно менять, опять же, не как обычные законы, но в специальном порядке… Можно. Можно. Хорошо. В чем тогда, не знаю, проблема и опасность? Проблема и опасность в том, что, как известно, дьявол всегда кроется в деталях. Эти детали, они заключаются в разграничении полномочий между государственными органами, в процедурах, как известно, вообще процедуры… Вот многие там ругают латвийское правосудие или российское правосудие, или российскую правоохранительную систему. Все в процедурах. Процедура – это главная гарантия прав и свобод. Любая процедура. Можно сказать, что у вас есть право собираться мирно и без оружия, но можно придумать такие процедуры для согласования… Которые невозможно преодолеть, да, для того, чтобы это право было реализовано. Так вот, Путин предложил поправки в изменяемые главы Конституции, такие, которые фактически блокируют реализацию того, что заложено в неизменяемых главах. А в неизменяемых главах сказано, что никто не может внести никакие поправки, блокирующие эти неизменяемые главы. Ни во что. Ни в законы, никуда. Тогда пример просто, чтобы было понятно. Они все же у нас юристы. Вот какая поправка блокирует, не знаю, действия первой статьи? Ну, на первую статью там нападка… Первая статья, у нас в первой статье просто сказано, что Россия является светским, демократическим, федеративным социальным государством. На первую статью там все рушится. Ну, например, вот тот пример, который сегодня будет понятен здесь, и особенно понятен Рижанам, да, это статья о местном самоуправлении, в которой четко, ясно сказано, что местное самоуправление самостоятельно в России, оно не входит в систему государственной власти, независимо от нее, не мне подчиняется и действует в рамках своих полномочий. Это вот тот спор, который сегодня происходит по поводу Рижской думы, да. И когда Анил Валерьевич Ушаков нам из Страсбурга сообщает, что нарушена Европейская хартия местного самоуправления, что государство вносит недопустимые регулятивные какие-то вещи в отношении латвийского местного самоуправления, вот это та же самая история, примерно. А Путин предлагает в какую-то там одну из статей, изменяемых Конституции, написать, что государственная власть и местное самоуправление это единая система публичной власти. То есть фактически это система советов народных депутатов, где были вышестоящие советы, нижестоящие советы, сельские, поселковые, это была единая вертикаль, в которой нижестоящие советы подчинялись советам вышестоящих. Я сейчас задам, может быть, вопрос не юридический, а вот так, чтобы радиослушателей было понятно. Ведь мы же все, что называется, по реальной земле ходим. Ну что, вы хотите сказать, что сегодня местное самоуправление в России, они совершенно самостоятельны? Или мы… Я понимаю, что можно сейчас искать нюансы Конституции и говорить, что вот никогда такого не было. И вдруг опять, да? Ну, смотрите, в чем тут дело. Ну, во-первых, все-таки первое десятилетие действия Конституции местное самоуправление в России работало. Другой вопрос, что местное самоуправление, это ведь не просто объявить, что вот есть такие органы. Местное самоуправление – это основа демократической культуры населения. Это там, где… Это то управление, которое максимально приближено к избирателю, где видны его дела, налоги, дорожки, фонари и все остальное. Это там, где жители максимально участвуют в том, как обустроить свою жизнь вот на данном конкретном участке, на данной конкретной маленькой территории. И оно работало и очень неплохо работало. И вот начиная где-то, наверное, с 2006-2007 года, потихонечку действительно началось такое наступление на практике на местное самоуправление в России. Еще Конституционный суд российский очень сильно защищал местное самоуправление. Последние пять лет в силу, видимо, политического заказа он это делает все хуже и хуже. Но, тем не менее, это можно было каждый спор обжаловать. И этих спор и были. И много решений судебных принималось в пользу местного самоуправления. А местное самоуправление в России еще чем отличается? Вот если в Латвии была проведена реституция и право частной собственности, в том числе на землю, оно очень сильно заработало жестким путем, да, то в России на сегодняшний день остается более 70% так называемых нераспределенных земель. Ничьих условно. Земель с неопределенной формой собственности. И это как раз функция местного самоуправления. Распределять эти земли, выставлять их на тендер, относить к муниципальной собственности, к государственной, к частной, да, 70%. Это, в общем-то, национальное достояние. И вот лично мое мнение, что нападка, самое главное, на местное самоуправление, она происходит поэтому. Потому что не дать местному самоуправлению решать каким-то образом вопросы именно с землей. И вот вам пример, как с помощью изменяемых глав Конституции можно заблокировать неизменяемую главу Конституции. Как только это получит конституционное регулирование, оспаривать эти вопросы где-либо станет бесполезным. Вот такой вопрос хочу задать, может быть, в какой-то степени наивно, но тем не менее. Вот, допустим, президент, Путин, он видит, как президент, как человек, которого давно руководство. Мы сейчас не будем оценивать его. Это, может быть, тема другой передачи, как личность. Он видит, что, не знаю, эта статья, сейчас мы про изменяемые будем говорить, да, не работает. Вот эта статья уже мертворожденная была, допустим, да, ну, с точки зрения практики, да. Она не работает. Она прописана, она не работает. Там самоуправление или местные органы власти жалуются, что им какие-то функции все больше и больше назначаются. Это для Риги, кстати, тоже актуально. Но бюджетные средства не идут. А у нас, кстати, в Конституции Латвии прописано, что если ты, к примеру, какое-то даешь новое задание самоуправлением, говоря простым языком, ты обязан предусмотреть госфинансирование. И он видит, что это не работает. Это не так. Это не так. Не так. Это не из мертворожденных статей. Это выстраивание вертикали. Это выстраивание жесткой вертикали, которая в условиях такой огромной страны, как Россия, плюс еще федеративной страны, оно, в общем, очень опасно. А может быть, как раз наоборот? Чем больше страна, чем должна быть жестче власть? Нет. Нет. К сожалению, для России это невозможно, потому что это не мононациональная страна. Это страна, в которой ее огромные, ее очень большие по территории части разнятся не только по национальному составу, но по культуре, по климату, по обычаям, по всему. То есть они настолько разные, что это невозможно держать в унитарном виде. Унитарный вид на протяжении, по крайней мере, последних сто лет, чем больше было унитаризма, тем страшнее это потом все взрывалось. Начинались жуткие центробежные тенденции у регионов. Вот я не хочу употребляться Соловьева, это будет неправильно, но ведь и опять возвращаются какие-то 90-е годы. Но вот с другой стороны мы видим, что ослабление центральной власти, причины, наверное, бывают разные, иногда приводит как раз в многонациональной стране с большими территориями, как раз приводит не к анархии, но когда вот эти регионы вообще полностью децентрализуются. Говорят, слушайте, ну мы тут местные князьки, мы тут сами поделим наше богатство и так далее. Не совсем так, Абик. Нет? Тут можно так посмотреть на это, но на самом деле, ведь что происходит на сегодняшний день в современной России? Если назвать Советский Союз империей, а это империя, это безусловно империя, то происходит эти 30 лет процесс, который по латыни называется «аб империо», от империи. То есть, если сначала ушли союзные республики, это во многом, это сложное, конечно, нельзя однозначно оценивать все те процессы, какие-то были неуправляемые, а какие-то были совершенно закономерные, да, процессы восстановления независимости территорий. Но на самом деле империя, империя, она держит свою территорию независимо от того, что там происходит. Это делала Российская империя, это делал Советский Союз как империя, и путь этот не пройден от империи. Мы еще до конца не понимаем, все-таки не прошли эту дорогу нормального взаимоотношения, и где логично отделиться, разделиться, конфедеративные отношения установить, насколько это будет на пользу самим территориям. Поэтому за 20 век Советский Союз и Россия прошли несколько вот таких пиков, парадов суверенитетов. Это было в начале века, когда там образовывалась Дальневосточная буферная республика, там мы видели парад суверенитетов 80-х, когда лично я видела, прямо передо мной лежали проекты Конституции Уральской, Сибирской, там и так далее, республики. Я думаю, что это вот такая попытка унитаризма, а она тоже в этих поправках Конституции есть, она еще аукнется, и очень жестко аукнется, потому что межнациональные и федеративные отношения, они очень тонкие. Просто централизация, она может быть снаружи кажется логичной, но может привести к очень жестким последующим взрывам, то, что мы видели на фоне разрушения Союза. Елена Лукьянова у нас сегодня в качестве эксперта, мы говорим о поправках в Российскую Конституцию, прервемся буквально на пару минут на рекламу, не переключайтесь. Продолжаем работу в прямом эфире, говорим, может быть, сложную тему, но, с другой стороны, весьма интересную, все это происходит действительно у нашего большого соседа. Мы сейчас говорим о тех поправках в Конституцию, которую, кстати, в первом чтении уже Госдума вчера единогласно поддержала. Все-таки я такой вопрос задам. Когда мы говорим конституционный переворот, вы тоже этот термин используете, но, в конце концов, если так абстрагироваться от самих сути этих поправок, любой может сказать в любом парламенте, не знаю, оппозиция, поправка, мы скажем, вы знаете, ну что считать конституционным переворотом? Любое изменение в Конституции, мы меняем текст Конституции, если не просто мы там запятые переставляем, вот вам уже изменение Конституции можно и оценивать, и как переворот. Вот у нас было это, мы внесли поправку, не знаю, преамбулу, приняли Конституции, без референдума, кстати, в Латвии это происходило, потому что вроде бы базовые четыре статьи, которые требуют референдума, мы не меняли, а на самом деле много нюансов ввели. Тоже можно сказать, что это конституционный переворот? Нет, я не хочу по латвийску Конституции говорить. Я понимаю, я понимаю. Вы понимаете смысл, что может быть... Я понимаю, но дело в том, что нанесен удар практически и по первой основе конституционного строя, и по второй главам, очень сильно. Второй даже, можно сказать, чуть-чуть меньше. Но главный удар нанесен по главе основы конституционного строя, в первую очередь, это, конечно, касается принципа разделения властей, баланса ветвей власти и новой, абсолютно новой модификации взаимоотношения ветвей власти. А вот как это, вот несколько слов об этом? Что дальше будет? Ведь он сказал, что... В отличие от того, что сказал Путин, что я хочу увеличить полномочия парламента, вот если разбирать эти все поправки, никакого расширения полномочий парламента на самом деле не произошло. Вообще. То есть, наоборот, все то, что предложил Путин на деле, является сокращением полномочий парламента или оставлением ситуации де-факто без изменений. Ну, например, там говорится, теперь парламент будет сам утверждать... Кандидатуру премьера. Кандидатуру премьера. И президент не сможет ее отклонить. И президент не сможет ее отклонить. Но это всего лишь игра в глаголы. Потому что раньше это звучало, как одобрял кандидатуру премьера. И если три раза не одобрил, то тогда либо распускается дума, либо президент должен выдвинуть другую кандидатуру. Между вот этим одобрял и между тем, что утвердил, в общем-то, разницы никакой нет. Эту кандидатуру приносит президент, и этот же президент потом, после утверждения парламентом, эту кандидатуру назначает. И этот же президент потом может эту кандидатуру без всякого парламента на самом деле отставить. Ничего не изменилось. Это то, что касается... Сейчас все произошло. Думы. Да. Что касается Совета Федерации, палата, которая, ну, конечно, приведена почти в полную негодность за последние годы, но тем не менее, она все-таки есть, и по функционалу она должна заниматься интересами регионов. Так вот, Совет Федерации несчастный. Теперь по согласованию с ним еще и будут назначаться региональные прокуроры. То есть, это функция напрямую отнятая у регионов. И отставляться судьи и прокуроры регионов. Это вот чистое совместное полномочие, которое нельзя отнимать у регионов. Это удар по федерализму. То есть, это на самом деле игра в слова. Ничего не меняется. Все те же кандидатуры приносит президент, только у него теперь появляется больше полномочий. У президента, а не у парламента. Далее. Президент говорит, теперь я смогу до того, как регион принял какой-либо закон, проверять его в конституционном суде. Этого ничего не было. То есть, теперь на региональное законодательство президент покусился. Но, помимо всего этого, еще появляется некий орган, которого в конституции нет. И нет его в системе разделения властей, то есть, в первой главе, некий госсовет. Но он же есть сейчас. Есть же заседание госсовета. Ну, он есть. У него не... Не знали целый секретарь госсовета. Он вне конституционный орган. Он носит чисто консультативный характер. И в конституции его нет. Его нет в конституции. И его решения, в общем, сегодня не имеют того характера, который предполагается, что будет. Этот госсовет фактически орган управления, потому что в него входят по должности губернаторы. И он фактически нейтрализует вообще существование Совета Федерации. То есть, представительного органа, пусть даже он не избираемый напрямую, но органа, представляющего регион и обязанного отслеживать интересы региона при принятии закона. То есть... А в чем будет функция госсовета? Понятно? А этого никто не знает. В том-то и дело, что в Конституции госсовету передаются две президентские функции. Это определение основ внутренней и внешней политики и основ социальной политики. То, что сегодня есть у президента. То бишь, этот орган становится над парламентом орган управления, который полностью нарушает баланс законодательной и исполнительной власти. Вот в этом, наверное, самая большая опасность. Главное, что в Конституции вот эти полномочия этого госсовета, если в отношении парламента, президента, правительства, там точно сказано, вот это делает парламент, вот это делает президент, вот это делает правительство, и это закрытый перечень полномочий, то по отношению к госсовету, говорится, он будет определять основы, а все остальное будет регулироваться законом о госсовете. То есть законом, где можно прописать тысячи миллион двести функций, которые будут вне конституционной, потому что в рамках понятия основы политики можно сделать все, что угодно. То есть по факту меняется вся структура, вся система, все институты, их конфигурация и функционал. Хорошо, вот допустим, человек не юрист, может задать вопрос, обыватель, хорошо, российский, он может задать вопрос, говорит, ну это все понятно, это, наверное, вопрос компетенции, вы тут специалист, я с вами спорить не буду, но может быть действительно так будет лучше, может быть президент, которого 20 лет у власти посчитал, исходя из своего богатого опыта, что вот нынешняя конституция вот чем-то очень сильно хромает и получается тупик. Вы в самом начале сказали, что нет даже закона о конституционном собрании, то есть получается какой-то, не знаю, юридический тупик. Ну, вроде можно поменять, но только с помощью конституционного собрания, которое назначает референдум, ну всенародное голосование. Нет закона о конституционном собрании, нет конституционного собрания, что теперь? Ну будем жить, условно говоря, еще 30 лет в плохой конституции, но зато юристы будут довольны. Я не согласна, что она так уж страшно плоха. Она плоха только в части, где она допускает, в зависимости от личности, которая у власти, концентрацию полномочий в одних руках. Да, это она допускает. Но, по крайней мере, пока у нас закреплено, что мы живем в демократическом, федеративном государстве с принципом разделения властей и с политическим плюрализмом. Вот фактически сегодня то, что предлагается, убивает эти статьи. Народ не спрашивает, никого не спрашивают. Это вот решил один человек, который может быть даже 20 лет у власти. Но он вдруг решил, что ему так удобнее, и что он будет дальше и дальше концентрировать полномочия в своих руках. Это ручное управление. И вот, собственно, кипение, которое сейчас происходит в России, люди не сразу разобрались. Вот только неделя прошла, все начали, как у нас говорят, новый такой у нас глагол, вкуривать, что же это такое. Да? А уже Дума даже в первом чтении приняла. Эти поправки даже не были нигде опубликованы. Они, конечно, висят на портале Государственной Думы. Но их люди в чистом виде, кроме специалистов, никто не прочел. Они их не видели. И они читают и начинают сходить с ума. Что это такое-то? Мы в каком государстве завтра будем жить? У нас что, один человек решает фактически, каким нам быть завтра? А разве это до сих пор было не так? Ну, по крайней мере, общество могло оказывать в международных судах. И в кондиционном суде определенное влияние и противодействие. И если снаружи это кажется, что это так, то это все-таки не до конца так. Другой вопрос. Мы все не понимаем, от чего такая спешка. От чего такая спешка? Есть какая-то версия? Версий много. Но версий много. Но мы до конца все равно этого не понимаем. Вот профессор Соловей сказал, что это чисто личные причины Путина. Какие это могут быть причины? Ну, например, я читала, что не могу поручиться за точность. У нас же нет фактически нормальной социологии в России. Все три официальных агентства социологических, одно из них совсем никуда не годится. Два других, такие спорные. В ЦИОМ, да? В ЦИОМ никуда не годится. Левада и ФОМ, они периодически выдают нормальные вещи, но периодически все равно работают на государственные деньги. Но есть опросы, в которых фигурирует рейтинг Путина меньше 10%. Есть такие. Есть. И мы не знаем, что… Не очень верится, если честно. Есть, есть. Это похоже на правду. Вот если оказаться в России сегодняшней, это похоже на правду. Это похоже на правду катастрофическое разорение федеральных каналов, у которых рейтинг рушится и рухнул ниже 30. То есть остался только за счет глубоких пенсионеров в глубинке, да, которые еще не дошли до интернета. Трудно сказать. У нас нет инструментария, чтобы померить температуру по больнице точную. Но есть очень много факторов, которые свидетельствуют о том, что очень сильно изменился запрос населения. Во-первых, это явно уже запрос на абсолютные перемены. И это не на те перемены, о которых сказал Путин в своем послании. Это перемены на сменяемость власти, это перемены на участие граждан в управлении. Реально. И об этом говорят не в московские митинги, а региональные выборы, региональные протесты, которых становится с каждым днем все больше и больше и больше. То есть в воздухе пахнет грозой, в воздухе пахнет электричеством. Что положили на стол Путину, от чего он начал торопиться, мы пока не знаем. Может быть, не узнаем никогда, но есть шанс, что, может быть, это станет ясно рано или поздно. Не могу не спросить, вот на ваш взгляд, а почему подало правительство в отставку? Я понимаю, что… Этого не знает никто. То же самое. Это что-то из модификации того, что предложено для конституционных изменений. Основная версия в том, что убраны с управленческой арены наиболее одиозный и роняющий рейтинг персонажей. Я лично думаю, это такая моя личная юридическая конспирология, что очень боятся выборов 2021 года. И спешка, которая… Иметь в виду в Госдуму? В Госдуму. Потому что только послушный парламент может успеть одобрить эти поправки. Очень похоже, что есть социология, которая говорит, что взрыв будет на этих выборах. И не получит президент того послушного парламента, который будет единогласно голосовать за любые его инициативы. Может быть, с этим связана такая спешка. Может быть, есть прогноз, что рейтинг еще сильнее упадет за этот год. И нужно успеть застолбить как бы свои места. Но это я юрист. Я не играю в такие штуки, и хрустального шара у меня нет. Это мои предположения, которые основаны на анализе институтов. Хорошо. А что-то изменится с приходом нового правительства? Нет, абсолютно ничего. Абсолютно ничего. То есть, он больше такой технический кабинет, да? Ну ведь мы же не можем… Похоже, что да. Но мы не можем сказать, что случится завтра. У нас может завтра случиться какой-нибудь большой пожар, и взорвется вся страна в каком-нибудь Кемерове. Она взорвется гораздо сильнее, чем это было, когда случился реальный пожар в Кемерове. Потому что, повторяю, в воздухе пахнет электричеством. И это может перевернуть все. Это может быть техногенная катастрофа. Это может быть природный какой-то катаклизм. И это может взорвать всю страну. Поэтому мы предполагаем, что это техническое правительство. Но мы не даем гарантии, что если что-то случится, это правительство вдруг не станет серьезным, и его премьер не возьмет на себя какие-то сверхполномочия. Что касается действительно того, как дальше может происходить, действительно дело дойдет до всенародного голосования. Может быть, юристы, которые работают вот в этой комиссии конституционной, предложат, что все-таки надо принять сначала закон о конституционном собрании, то есть соблюсти хотя бы вот те несменяемые статьи конституции. Они сейчас единственное, что предлагают, но это предлагают даже не они, это предлагает движение «Голос», что есть предпосылки огромных нарушений на этом голосовании. Поэтому, чтобы это голосование прошло, а оно не может быть референдумом. Это такое плебисцит а-ля Шарль де Голь. Консультативная такая ерунда, которая, в общем, ни на что не повлияет. Хотя сегодня вдруг раздались голоса, что если вдруг на этом голосовании люди проголосуют против, то не будут утверждены поправки. Это буквально было вот за час до того, как я собралась ехать сюда. Мне тяжело сказать, как специалист может оценить это все. Поэтому мы не можем сегодня сказать, как это будет. Мы видим вот эти процессы. Мне кажется, за ними любопытно следить. Ну, мне профессионально любопытно следить. И надо иметь их в виду. Это не просто так смена каких-то персонажей. Это большая-большая картинка, большая игра. Тот такой кубик-рубик, в котором надо разбираться, ставя все части на месте. Пока ясности нет, пока это хаос. А может быть, Путин, как человек, который понимает, что все равно, ну, рано или поздно придет другой человек, может, он как раз наоборот, в его, как он это видит, хочет таким вот образом, не знаю, защитить Россию от тех слабых мест конституции, которые, на его взгляд, имеются. И если придет другой человек к власти в России, то там начнется, может быть, там хаос и так далее. Вы не очень верите, да? Ну, мне бы очень хотелось, чтобы любой руководитель страны думал именно так. Мне бы очень хотелось. Но у нас ведь президент крайне закрыт от вольного разговора с кем бы то ни было. У нас президент, о семье которого мы ничего не знаем, кто у него дети, где они. Он же их называет предполагаемых своих дочерей, эти женщины. Поэтому сказать, что у него реально в голове, практически невозможно. Он же выступает только с протокольными большими какими-то штуками, которые очень долго готовятся. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы любой-любой-любой руководитель, любой президент, любой премьер-министр, любой канцлер, любая королева хотели бы, чтобы защитить свою страну от каких-то потрясений. Как профессионал, специалист по политическим институтам, я пока этого не вижу. Я вижу только угрозы. Вот такой последний вопрос, который вы просто больше не успеете наобсудить, хотя действительно можно об этом говорить долго. Все-таки не кажется ли вам, поскольку мы тут и в Латвии живем, тоже в стране Европейского Союза и НАТО, хотя в Латвии не играет, понятно, ключевую роль во всех этих процессах, но тем не менее, не кажется ли вам, что во многом вот те, не знаю, по-разному можно это оценивать, изменения, которые происходили в России за последнее время, они, ну как бы тут нельзя сказать, что не без вины, условно говоря, Запада. Я понимаю, что это все, ну вот то есть, что я имею в виду? Я поняла вас. Что это там стациональное давление, что вот мы там обложим, а вот Россия ненадежная, а вот санитарный кордон, а вот тут НАТО. Моё глубокое убеждение, что в общем, по большому счёту, Западу интересно только одно, чтобы в России был порядок и мир. И стабильность какая-то, да. Что все санкции, это чисто гигиеническая мера. Это вот как в городе Ухань, Китае, в котором вспыхнул новый вирус, маски одевают. Вот это, чтобы вот эта зараза российская, коррупционная в первую очередь, террористическая, культурная, бескультурная, она тоже есть. Есть культурная, есть бескультурная. Она бы не переползла через границы, при том, что они, в общем, достаточно открыты, в отличие от железного советского занавеса. И лично я считаю, что Западу неинтересно гадить России. Все эти разговоры о том, что грязь в подъездах – это вина Обамы там или кого-то ещё. Ну ладно, это может быть совсем уж… Ну нет, почему? Это очень хорошо звучит во внутренней российской прессе, это всё ерунда. Я встречалась с Обамой, и когда мы ему задавали какие-то вопросы, он говорит, ну это ваше личное дело, нам-то интересно, только чтобы между Европой и Китаем была мирная, стабильная, хорошо управляемая страна. Другое нас не интересует, нас интересуют только собственные проблемы. Ну с Трампом я не встречалась, не знаю, как с Трампом, но вот Обама говорил так. Ну да, но это тема, наверное, отдельного разговора, но вы всё-таки считаете, что тут нет ошибки никакого Запада, что вместо диалога он вот такое принял решение? Понимаете, санкции появились после того, как Россия нарушила всю систему безопасности Европы, начиная с 1945 года, когда произошла аннексия полуострова Крым. Вот нарушены были все международные договорённости, вся система. И оставить такие вещи просто так, на мой взгляд, было бы… Ну это опасно для Европы, это создание прецедента. Мы это признали, мы это увидели, мы говорим, что это хорошо, значит дальше будет полыхать по всей Европе. Это очень опасная зараза. Да, ну не успею, наверное, больше эту тему развить. Елена Лукьянова у нас была в студии. Спасибо большое. Наверное, тема конституционных изменений в России требует ещё и продолжения диалога. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.